Вот такой вопрос. Последний вывод, что вы впервые показали, что свет является важным. А как же так? Выращенная пшеница в 98-м году, два поколения. Как четыре поколения гороха, которые выращены в космосе. И там тоже показано, что гравитация не главный фактор. А цвет достаточен для того, чтобы растение в поколении росло. Я абсолютно с вами согласен. В данном случае мы говорим о гометофорах МХА, а не вообще растенчиков. Так широко мы все-таки не претендуем такие широкие выводы делать. И применительно к МХА мы больше говорим о гравитации. Вот они знаете как? Вот выйдете сейчас из здания, и вы увидите, что они и по стволам лезут, и под ногами. Такой ворс какой-то. И какая-то вот, понимаете, а где тут силу тяжести? Они все вот такие вот приземленные на самом деле. А вот они чувствуют силу тяжести. Просто разные виды, по-разному стерею. Вот мы просто более детально только насчет отдельных видов мухов говорим. Но на высшие растения мы это не понимаем. Если можно, вот такой вопрос. Любой тропизм, он основан на рецепции. И есть же рецепторы и для гравитации в том числе. По крайней мере у высших растений, насколько я знаю, есть там в корне грависомы специальные. Я не знаю, есть ли они у низших, то есть у мухов. Но скорее всего должны быть. И если есть, я просто не ботаник, то исследовали ли вы их? То есть исследовали ли вы сам рецептор гравитации? Что с ним, если они так чувствительны? На гистологическом, цитологическом уровне. Спасибо. Здесь у мухов очень похожая система восприятия действий силы тяжести по сравнению с высшими растениями. Мы не исследовали клеточных самих. В данном эксперименте этого не было. Я не все могу. Это несложно, вроде. Что? Это же вроде несложно взять. Светооптический микроскоп там. Во-первых, тут два типа экспериментов было показано. Эксперименты с гометофорами и эксперименты с нитевидными формами, с протоненами. Вот на протоненах мы наблюдали. Мы видим действительно так называемые статолиты в клетках. Мы это изучали, я просто не рассказывал про это. Там достаточно все очень схоже с высшими растениями. Но то, что я хотел сказать. Молекулярные механизмы до конца не известны для гравитерапизма. Гравитерапизм растений остается уже около 90, может быть, 100 лет. Такой важнейшей фундаментальной проблемой в биологии до конца не разрешено. Вот. Вот смотрите сверху. Сначала идет вертикальный рост, потом поворот к сверху. Вот вертикальный рост это на земле или это уже без силы тяжести? Если без силы тяжести, то почему это? Вот этот вы имеете ввиду? Да, начальный. Нижняя половина. А, нижняя половина, знаете. Я извиняюсь, так вот художник нарисовал неправильно. Здесь надо было косые вот эти вот. Вот так нарисовать. Вот так нарисовать. Тут весь вот инициальный, она вот мы ее воткнули, она вертикально правильная. А вообще-то вот, да, они вот так. Это тот вариант, когда направление света не менялось, все время свет падает сверху, и вот это идеально. Пожалуйста, что-нибудь по гранитин-каусине в этом случае исследовалось? В каком случае? Да, в кофе. Нет, в данном случае нет.